Девы, приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на апрель месяца. Что вас ожидает в начале, в середине и в конец месяца. И, конечно, в конце расклада мы возьмём карта совета для вас. И первая карта для вас — карта мира. Для некоторых здесь можно сказать, что завершение какого-то этапа и начинание нового, здесь окончание. Те, которые одиночки, люди, которые одинокие, постарайтесь в начале месяца сохранить свой мир. Сохранить то, что у вас на сегодняшний день есть. Не старайтесь в апрель что-то разрушать. Потому что, если это касается рабочего момента и вы хотите уйти, пока не стоит. Пока всё-таки стоит сохранить это в начале апреля. Не уйти от работы, не делать какие-то поспешные какие-то шаги. Давайте посмотрим следующая карта для вас. Это карта суда. Здесь может быть завершение ещё каких-то документов, какие-то суды, какие-то процессные разводы. Здесь для некоторых будет окончание. Это удача, успех на вашей стороне. То, что это заканчивается. Здесь для них те, которые были в такой состоянии, когда думали, что их мир разрушили. Как бы ушло всё под ногами. Здесь у вас идёт как возрождение. Сгореть до тла и возобновиться заново. Рождаться во второй раз. Как новый человек. Как маленький ребёнок, когда делает новые шаги. Учится делать так у вас в вашей жизни. Показывает, что вы начинаете заново что-то себе построить. Давайте посмотрим следующая карта. Что это касается. Касается рыцарь кубков. В начале месяца апреля, мои дорогие девы, старайтесь оставить себе как рыба в воде. Как идёт по течению, так пускай идёт. Как у вас это будет, так и нужно оставлять в начале. Постарайтесь здесь сохранить свой мир. Дать возможности. Даже если вы болезненно что-то прошли. Даже если вам было тяжело. Даже здесь радоваться себя. Дать возможности. Не думать о ком-то. А именно о себе. Дать эти возможности. Поставить себе какие-то новые цели. О чём вы хотите. Желания какие-то ваши. Здесь просто сохраните для себя всё, что есть хорошее. Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца. Что вам высшие силы говорят. Колесо фортуны. Фортуна на вашей стороне. Новые возможности. Новая удача. Новый успех на вашей стороне. Уже будут какие-то новые шансы для вас даются. Здесь может быть для некоторых были какие-то ситуации. Когда какая-то поездка не получалась. И вы ещё раз попробовали. Может некоторые хотели отдыхать. И не могли себе это позволить. Потому что то, что случилось. Разные ситуации. Здесь как бы идёт заново. Для некоторых я хочу сказать, что здесь может быть. Были какие-то разводы. И здесь может были какие-то по поводу алименты. Какие-то денег. По поводу детей. И здесь как бы это всё завершается в пользу вас. Фортуна на вашей стороне уже в начале и в середине месяца. Давайте посмотрим следующая карта. На середине это Паш Пентакли. Паш Пентакли. Вложение в себя. Вложение в новое что-то. Если прошли что-то тяжёлое, вы должны на сегодняшний день уже начать какое-то обучение. Какое-то вот, знаете, если вы начнёте что-то в себя вкладывать, поверьте, что у вас возможности заработать, финансы стабильные, что-то построить будет. Но самое главное не то, что думать, больше думать. Здесь больше уверенность. И уже предпринимать, делать какие-то шаги. Здесь делать не то, что когда вы сидите много думаете и думаете, а шаги никакие. Давайте посмотрим следующая карта. Что это касается. Следующая карта Шута. Карта Шута показывает, карта дурака, это новые обновления в вашей жизни. Даже вы, как я сказала, прошли вот это, вы как заново учитесь делать первые шаги. Здесь новые ваши возможности. Здесь новое что-то. Может даже вы на сегодняшний день не знаете, как правильно делать эти шаги. Но всё-таки вы делаете. В середине апреля вы всё-таки начинаете. И даже это нужно сделать, потому что фортуна будет вас поддерживать. Высшие силы будут на вашей стороне. Давайте посмотрим следующую карту. На конец месяца. Карта Семёрка Мечей. Вот карта Семёрка Мечей, даже если вы начнёте что-то делать, вот на конец месяца апреля никому ничего не рассказывать. Не допускайте люди близко к себе. Постарайтесь вот такие вампиры убирать из вашей жизни. Если даже вы общаетесь с человеком, новые ваши цели, ничего не рассказывай. Потому что здесь будет может быть искушение, что вы допустите, захотите сильно рассказывать, что у вас что-то получается. Но этого не стоит. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца. Это карта Десятка Мечей. Почему не стоит говорить? Потому что вы будете потом разочароваться. Вы будете разбитой сердцем. Эти люди сами, которые вы допускаете. Здесь может быть даже друзья и не то, что родные. Но это люди вы сами допускаете. Вы сами хотите рассказывать. Но этого не стоит. Для вас предупреждение всё-таки остерегаться. Не рассказывать ничего именно на середине и даже на начало месяца. Здесь будет человек, знаете, может по-хитрому к вам подойти. Для того, чтобы у вас эта удача ничего не получилась. Давайте посмотрим высшие силы, что вам советуют, мои дорогие. Это карта Верховный Жрец. Верховный Жрец Вера в себя. Вера в себя, если вы ставите цели. Касается обучения, касается новых отношений, касается новых знакомств. Что-то новое в вашей жизни. Будьте уверены, что это у вас получится. Но только остерегайтесь людей, чтобы вы не рассказывали. Потому что если вы расскажете, всё-таки вы будете из-за этого страдать. Вы из-за этого будете себя разрушить. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале. До свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!